В этом видео вы узнаете о 5 лекарствах, повышающих артериальное давление. Также я поделюсь с вами реальными случаями из практики. Меня зовут Стойка Ольга Александровна, я врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Вот уже более 10 лет я занимаюсь диагностикой и лечением сердечно-сосудистых заболеваний, а также веду данный канал. Обязательно подписывайтесь на него, чтобы не пропустить новые полезные эксклюзивные видео, которые вы найдете больше нигде. Итак, случай из практики. На прием обратился мужчина, ему 52 года, с жалобами на повышение артериального давления до 155 на фоне приема гипотензивных лекарств. То есть лекарства от давления он принимал регулярно. Препараты не пропускает. Собирая анамнез, историю жизни и заболевания, было выяснено, что мужчина ежедневно принимает пенталгин от головной боли. Вот и нашла я причину скачков артериального давления. Итак, запомните, все нестероидные противовоспалительные препараты, по-другому еще называют НПВП или НПВС. В частности, пенталгин могут повышать артериальное давление, особенно если эти препараты принимаете постоянно, регулярно, без перерыва. Мужчине было рекомендовано обратиться к врачу-неврологу для подбора адекватной терапии головной боли, что он и сделал. При этом давление вновь вернулось к норме, как только он отменил регулярный прием пенталгина. Мы не увеличивали ему дозу гипотензивных препаратов. То есть, тот препарат, который он принимал, волсертан 80 мг, он на нем так и остался без увеличения дозировок. И это просто замечательно, потому что мы не повреждаем почки, печень и так далее. Второй случай из практики. Обратился на прием мужчина, 25 лет, с жалобами на скачки давления в течение года до 170 на 80 мм рт.ст. Препараты от давления он не принимает, но выяснилось, что в течение уже как минимум 7 лет он ежедневно использует сосудосуживающие капли в нос ввиду заложенности носа. 7 лет капли в нос. 7 лет. Представьте, мужчине было рекомендовано, конечно же, отказаться от капель в нос и обратиться к лор-врачу для подбора другого, более адекватного лечения. То есть, сосудосуживающие капли в нос, они есть. Они сужают сосуды, повышают давление. Кстати, напишите в комментариях, кто из вас хотя бы раз в жизни пользовался каплями в нос. Отмечали ли вы у себя при этом повышение давления? В конце видео расскажу вам лайфхак, один очень интересный совет, досмотрите до конца. Итак, при длительном применении или при использовании высоких доз давление могут увеличивать. Первое. Все нестероидные противовоспалительные препараты. Это китопрофен, бупрофен, немесил, найс, пенталгин и так далее. Второе. Сосудосуживающие капли в нос. Назевин, нафтезин, снуб, риностоп и так далее. Третье. Глюкокортикостероиды. Фриднизолон, дексаметазон в больших дозах, конечно же. Часто данные препараты применяют ревматологические пациенты и именно из-за этого у людей начинает скакать давление. Я врач-стационар и часто смотрю пациентов в ревматологическом отделении и постоянно вижу, как они на ГКС, на глюкокортикостероидах просто срывают свое давление и нам приходится увеличивать дозировки препаратов от давления. Четвертое. Комбинированные оральные контрацептивы, то есть коки. Ну и пятое. Некоторые биологически активные добавки для похудения, содержащие гормоны щитовидной железы, также могут увеличивать ваше артериальное давление. И я обещала вам в конце видео рассказать очень полезный совет для людей с повышенным давлением, касающиеся капель в нос. Если вы страдаете гипертонией и заболели ОРВИ, УРЗ, у вас насморк, либо заложенность носа и вам необходимо пользоваться каплями в нос, что же делать? Ведь есть риск повышения артериального давления. Я таким, в таком случае своим пациентам рекомендую использовать детские капли в нос, так как именно в детских капельках до года или от года до 6 лет наименьшая концентрация оксилометазолина, либо оксиметазолина. Соответственно, сама недавно переболела, соответственно давление будет не так повышаться. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь каплями в нос, чтобы не провоцировать скачки давления. Ну а я жду от вас, конечно же, лайк на это видео за мой такой классный совет. И обязательно подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.